привет дорогие друзья вот решил записать вам такое видео обращение связи с тем что на канале накопилось слишком много негатива откуда он берется непонятно наверное просто злые люди у которых что-то происходит не так пытаются его выместить на мне допустим ну я не против выясняйте вымещаете так сказать потому что ну я уже не знаю что с вами делать вроде просят частые видео снимаешь часто говорят зачем снимаешь это просишь просят мещерские хроники вот снял хроники от души до снимали там с больным животом со всем этим старались целая куча дизлайков откуда от кого ну хотя бы напишите скажите я буду знать что я делаю не так или я не знаю или чё завести стрим какой-то прямую трансляцию чтобы но нагласно можно было так-то написать говно принципе и убежать может любой тем более как говорилось что ну вот опять людям не нравится вот канал да ты там оставил реквизиты там на карточку но я же оставил реквизиты на карточку притом это пишут те кто никогда не копейки не единой копейки никуда не дал можешь завидует ну возьми сделай так же оставь реквизиты говори всякую чушь если тебя настолько это заботит вот смотрите вышел в лес в лесополосу природка вообще хорошая шепчет единственное что тоже у всех есть свои проблемы у меня куча проблем у меня со здоровьем проблемы я вам не ною не жалуюсь вы сами просите говорит расскажи о своей жизни побольше рассказываю очень интересно за этим наблюдать я рассказываю вы пишете что ты там но еще там плачешь ты нас всех обманул ты вообще во всем врешь просишь там день я оставил реквизиты но кто хочет помочь в развитии канала я чё их трачу блин на свои какие-то нужды мы собирали купили вот видеокамеру типа купил ты там плиточку ну вот ты хочешь частые видео дата бы я сейчас раз пошел с плиточкой чем-нибудь приготовил на рыбалке уже будет поинтереснее вот там много чего нужно фонарь фигарь типа иди работай я работаю друзья я устроился на работу я не виноват что случилось это окази я вам дальше покажу как это выглядит вот общался с хирургом это послеоперационная грыжа проблема случилась в том что делали на скорую руку и плохо короче положили у меня изначально стал такой же вот не то что я там что-то усердствовал я там делал это даже не в этом дело то есть я выписался с таким я еще думаю блин может шов так просто сросся я ходил к своему хирургу здесь по месту жительства то есть она меня наблюдала но они я еще думаю почему они мне смотрят только шов у меня шов был в трех местах не сросшийся текла кровь там кровоточил почему они смотрят только шов значит там как бы они трогали все нормально вот оказалось что это послеоперационная грыжа сейчас я разговаривал уже с хирургами с двумя обязательная нужна операция вот сейчас с пандемии меня не могут положить потому что я летит самолет потому что я не срочник как не экстренно больной то есть это плавно операции этим можно жить просто это со временем она будет вытащиваться вытащиваться я говорю а сделаете и потом это ничего не развалится у меня там не отвалится говорят что нет час такие технологии поставим сетку это тоже сейчас будет стоить крупных денег я хочу у вас прошу что копейку какую-то я просто рассказываю что у меня болит что там не болит там или еще что там на душе допустим для этого и есть видео блог тем более как бы сами это просите а потом получается что я вроде как хочу добра я со всей душой душу вам открываю оказывается что я ее открываю для того чтобы в нее туда плюнули как бы хотел поделиться а получил оплеуху грубо говоря за это вот я вот вот сейчас я в данный момент до подыскал работу кстати будет интересно сейчас все получше азбу поеду на собеседу перед этим вот опять таки вам решил записать видео то что вы мне не безразличны и опять таки что я снимаете видосы не какие-то там коммерческие до канал дружелюбный в основном всех кто подписчики мы все общаемся все знаем ся и как бы все свои люди то есть если было бы то какая-то мне накрутка там корыстный вот этой цели поверьте я не снимал бы рыбалки как я дома сижу там ем что я снимаю свою жизнь свою хронологию да вы сами знаете сейчас интересны каналы миллионники которые набирают там тик токи по по 2 секунды кривляния перед зеркалом или там квадратные мультики можно играть проходить поверьте сейчас интернет это огромный простор где можно заработать денег я просто к вам как бы со всей душой есть да есть люди вас тоже очень немало я каждому лично отдельно очень благодарен даже я не прошу поддержки я не прошу там еще чего-то просто как бы я к вам с душой получается вот этот вот негатив он все накапливается накапливается отмечет опять хроники так просили хроники ладно я думал лежать дома у меня вот вы сами видят когда уезжал 37 и 3 было опять я ничего не жалуюсь я просто вам рассказываю как еще мне жаловаться кому мне жаловаться кому мне жаловаться кто мне поможет кроме себя тебе никто не поможет сера все равно хоть жалуйся хоть ты не жалуйся просто вам расскажу я поехал как бы чтобы снять опять куча дизлайков куча недовольных хотя бы написали в чем недовольны чего не так чего не понравилось но хотя изначально видели канал что он не рыбацкий что я не буду сидеть там со снастью и там рассказывать про эту блесеньку канал добра как говорится и позитива что как бы с душой чтобы он развлекательных целях что-то посмотрел отдохнул побывал как будто бы со мной там на природе и ну я не знаю у меня нет слов хотите давайте так договоримся организуем прямой эфир попробуем сделать стрим и уже вы лично каждый у кого ну через интернет у кого сил хватит осмелиться скажет что конкретно ему не нравится в чем проблема а я вот как считаю мое личное мнение вот эти вот негативные комментарии пишут люди у которых у самих что-то в душе те люди которые сами чего-то бояться обычно злость точнее не так скажу обычно страх поражает злость и агрессию когда ты спокоен когда ты ничего не боишься никого не боишься ну зачем вот я сейчас шел да я знаю тут ходит мужик 100 100 лет он тут ходит постоянно побирается он не там рассказывает да когда я вот это я вот это ты не паду я круг не нечего думать есть у меня сколько на я к нему с добро а подошел там сидят ребята это он типа к ним к ним к ним него чуть ли не с кулаками но не нужен он вам но отправьте его в сторону также я ну не нужен я вам да не нравлюсь ну не смотри просто я не пойму вот то ли я такой настолько я недалекий какой-то просто или где-то в дальних нереалиях то есть этой жизни витаю до сих пор думаю где все царит верю в добро верю в любовь там в искренние чувства они в то что каждый думает с корыстной целью 100 вопросов вот пишут вот меня еще добивает чё канал там этот выхлоп есть вот мне прям вот этот вопрос я прям сразу хочется это заблокировать я не могу это читать вот этот выхлоп есть какой с канала этот есть какой сказал нет никакого выхлоп с канала выхлоп с канала это ваша любовь и ваше признание вот этот выхлоп с канала а то что типа сколько в месяц получать вот 100 людей где бы не было где бы кто не видел да кто меня там даже встречают бывают знакомые какие там куда-то придет ну как знакомый знакомый по каналу я их не знаю сколько в месяц вот это единственный вопрос поскольку в месяц выходит ну так в среднем сколько вместе я вот думаю тоже открыть стоит или не стоит не стоит для этого не стоит просто я не знаю как бы может иногда я думаю что вообще зря я все как бы затеял и этим я только на себя вот кстати тоже я думал об этом недавно что как вот я начал вести вот этот канал у меня вот постоянные вот эти вот все проблемы проблемы может быть правда слишком много каких-то завистников хотя я не понимаю чему там мне завидовать что вот идет негатив 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 одно с другим как бы одни несчастье несчастье хотя в принципе это проще всего тогда винить а все несчастья в канале я ни в чем не виноват конечно же первую очередь это все в себе но все равно есть же наверно какая-то вот какое-то притяжение какая-то энергетика я не знаю но по крайней мере в крайнем случае ничего я ни у кого не прошу не кому не плачусь никому не жалюсь моя жизнь она только все равно как бы это не было она все равно только моя и управлять ей только мне вот единственный да вот что сейчас палки в колесах но который я сам себе изначально еще давно засунул а потом их потихонечку блять до лампу под лампу вот сейчас с этим блин животом вроде бы все нормально раз вроде на работу устроился но где можно заработать где чё да как ну куда все планы рухнули да впасть в отчаяние но блин можно упасть на коленочке можно упасть все равно нужно подниматься и двигаться дальше сейчас вот операция фигации просто сказали возможно в сентябре но сказали на телефоне если раньше что раньше то есть я постоянно сейчас на телефон можно сесть ножки вонючие свесить с диванчика и сидеть ждать эту операцию но я считаю что безвыходных ситуаций все равно не бывает выход есть всегда во всем вот сейчас вот стать еще не делается все равно все правда к лучшему что все испытания только нас закаляют и вот они мне вот эти все мои трудности помогли больше любить и ценить определенных людей отказаться от других людей они поймут в чем это в чем речь больше ценить уважать любить родителей ну и прочее это не хватит пальцев чтобы это все перечислить но по крайней мере чего вот мне дается этой трудности как бы больно не было я вот на днях кстати вообще с у меня была мысль такая я хотел вообще но не хотел так а прям настроение я конечно так никогда бы не сделал потому что ну я не тот человек я привык бороться до конца чё бы ты не стоил я все равно я никогда не сдаюсь вот ну такая хоть прям знаете вот в душе что хоть прям хоть балкона прыгни и все но вот мы будем биться и и вот сейчас дачу они все не делается во первых уроки я понял на самом деле ценить свет который раньше я мог разменяться где-то что-то куда-то где-то мимо и какие-то эти забавы вот час едва собеседуем по телефону договорился работа блин сто раз лучше и машина какую я хотел об этом увидеть позже дабы не сглазить чтобы не тревожиться и и зарплаты будет в разы достойнее и сразу обговорить что там не надо будет таскать сразу сказал про живот что возможно я лям на операцию пошли на уступки ну как не на уступки а то что это это жизнь куда деваться тут как бы ты не сам такой андрей что есть то есть и лучше всегда говорить честно и правда потому что тайное все равно станет явным а вот это это юли выискиваться поэтому не знаю я единственное в замешательстве вот насчет канал вообще я бы его закрыл но те люди вот которые есть люди которые постоянно не то что вот кто-то один сказал а там женечка ты любишь когда там пишут женечка пожалеем там его да не надо меня жалеть и я привык критики но ты раскритикую раскритикую и и нормально типа а ты делать ничего не хочешь ты ездить получать 60 тыс там ну ты есть кто тебе не дает если мозгов на другое не хватает допустим да вот смотри я не слесарь я не повар я не дворник не до цент я простой советский мент делать умеешь что тогда есть отчет поизвать чая специальности у меня такой нету по специальности я пекарь кондитера технолог макаронных изделий ночью мне пойти суши роллы крутить там берут любого узбека без опыта работы ничего плохого камень в огород узбека не хочу сказать но понимаете одно дело еще когда у тебя есть душа призвание когда тебе ну какое-то дело нравится почему ты должен допустим переступать через это если мне нравится руль да пусть это не престижно пусть это не инженер пусть никто пусть и простой водитель до который хочет получать 60 тысяч и который будет получать эти 60 тысяч до но не идет там риэлтором за двадцатку сидеть там в офисе да и ходить в белой рубашке да я могу хоть могу по локоть в говне ходить блин если на душе у меня счастье будет неважно как назвать алмаз правильно главное какой он имеет ввиду ценность это вот так придумали золото поэтому она ценится а назвали бы это вот говно что-то она стоит да она она стоит она стоит счастливой жизни я возьму ее положу в пакет и пойду с ним по жизни поэтому весь негатив надо отправлять до некоторые человек пишут не промешившие некоторые есть бывает что нажмут на такие кнопки которые неприятные даже не из-за того что он что сказал я понимаю что он это говорит там кто-либо не от большого ума да как бы они никогда и не поймут у кого мозгов не хватает на другое который привык писать гадости 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 поэтому я весь такой крутой да типа это от собственного страха какой-либо той же самой ситуации может у самого не складывается может еще чего-то вот ведь кто добрые хорошие люди у них нет такого они наоборот пожелают тебе здоровья и счастья я просто не могу понять именно что вам нужно и вообще что вы ждете от этого канала если так если это наш дружеский канал дружеский блок я понимаю сейчас вы на это можете ответить да снимай все что хочешь и фиг бы с ним но у нас уже извините три года все-таки затянулась какая-то дружба вот это вот общение как бы хочется чтобы я снимаю вкладываю душу чтобы это и вам нравилось понимаю что каждое видео раз канал уже зашел в такую стезю разностороннюю да что там и всякие разные бывают и люди и моменты и не только вождение рыбалка встадим не говорит блин я вождение вот не люблю смотреть скучно неинтересно мне нравится короткий видос а другой пишите четко короткий я пожрать не успевать давай часа на полтора мне этого мало короче вывод такой либо снимай что хочешь либо закрывай канал и не мотай тут сопли на кулак так я ведь правильно вас понимаю просто хотелось бы какой-то ответной связи в плане того что даже вот хер бы с ним там вот эти видосики до которые там дома я там херню снял там в юна замочил в ванну упал да там или еще что тут вот я сейчас постоял по разглагольству а вот те видео на которых строился изначально канал там в который ты вкладываешь душу в которые там я извините открываюсь вам доверяюсь вам показываю вам свою семью наш дом наш быт и столько негатива столько дизлайков столько вот это всего и ни одного объяснения просто блин можно хотя бы по-человечески в любой ситуации объясниться и если нам не по пути просто разойтись и все ладно друзья пойду на собеседование может сейчас там выгорит хорошенькая дельца она по-любому выгодит потому что чем как говорится жизнь к тем добра кто сам исполнен добротой а еще раз повторю все мои испытания все мои вот эти что жизнь не учит не учила не учила учит она как как ни крути как бы ты не сопротивлялся учит и она каждого научить и каждому коснется в разных любых ситуациях для этого мы живем чтобы учиться ну и чтобы чтобы любить друг друга зачем зла и так мире хватает злая полно везде мой канал не для этого не для негатива не для обсирательств друг друга еще там кого-то мой канал для того чтобы мы могли собраться нормально отдохнуть побыть в наших любимых местах на природе поговорить о наших наболевших темах как друзьями как на кухне с семьей как я не знаю но явно не для негатива поэтому вот ну кто наполнен вот эти вот не лучше тогда уходить как будет спокойнее и проще и мне его я все так вот павел да увиделись первый раз скажи что нибудь хорошее о канале как тебя угора смотрите досмотрите канал и пусты вы очень советую все жизненно вот все там за правду а как ты на него попал расскажи интересно вообще вот так даже вообще я для давно давно на какое видео наткнулся случайно причем наткнулся я сейчас вот его и но когда пересматривал я не нашел это видео ты там с какой девчонкой на при станюх и ну может быть да я это просто был давно и это смотрю потом на одном из видео а вы вместе работали с ума нет 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 мы вместе в баню хоть а нифига себе кстати об этом он молчал что он еще в бане ходит вот привез в обык свои это работали тоже это горел горелого знаешь ну да вот с ним сашкой братом с братом в москве начал про воблер скажет как-то объяснял на тоже тем не обращая плохая вообще да вот в том сезоне он у меня не работал вообще никак но лишь изогнутый какой то есть он а в позатом году вот это был вообще воблер номер один просто воблер номер один ты на пря на него не ловил нет нет на пруле давно не ездил лишь у него лопасти нет то есть получается он типу это да но это копия олку копия до одного там у виспи только в маленьком размере но работает сто процентов у меня которые вот есть вообще в 10 уже краски практически не осталось ну попробуешь ну надо как-нибудь ездить вместе на рыбалку испытать это автомобиль да все разговоры не говоришь автомобиль не очень для бездорожья до последнее время обзоры автомобилей пошли то на витара то вот с витарой конечно не сравнить до техник конечно это лучше нет нет то лучше конечно но по прожор лёсти так конечно если твой этот друг ты говоришь в этом жрет ну да 2 20 литров серьезно поменьше в общем ладно вот такие дела друзья только я впадал столько я стал впадать в отчаяние вот взял телефон с собой не на камеру а так впадать в отчаяние вот павел позвонил что я уже начал отчаиваться что вообще зря я все это снимаю нет не зря а то просят рыбалку напишешь не нравится 16 по городу ну когда там в проб ну это какая миссу бишь получается блендер ну их тоже там разновидности хреново точек ну это вот 4 на 4 а у нее всегда полный или отключается так на заднем ездить нет у него есть вот 4 режим на река вот это больше наперед авто распределяем ну это блокировка в общем самый экологичный это эко ездить постоянно в душу на 11,7 ну нормально так свободно блин просторно хорошо в своем классе он довольно большой вот лодка двухместный так и 335 мотор вот весь скарб конечно вдвоем свободно да ладно там и багажник вон офигеть можно это только для этих так что надо для пушкрафтеров надо как нибудь вот видите ребят все таки только начинают опускаться руки и как бы не дают не дают не дают опустить сейчас вот поеду на счет этой работы вот нашел тоже на митсубиши ну короче пятитонный митсубиши техниколь возить три раза в неделю в москву платить тип каждую неделю ну там где то тысяч 13 без разу русский да я сразу сказал что мне как бы на операцию скорого говорит грузят все а сами а так что ну там на палет все ну да все спасибо что не забываешь воблер будем испытывать все ой не закрыл ну вот друзья даже только ради таких моментов как говорится и стоит стоит заниматься этим неблагодарным так сказать делом будем жить куда мы нахрен денемся как бы нахрен здесь Продолжение следует...